Кыргызстанцы уже привыкли получать смс от МЧС. Спасатели уведомляют о штурмовом предупреждении, ливнях и других природных бедствиях. Все эти сообщения отправляют из этого центра управлений в кризисных ситуациях. А это Бакыт Чамашев, старший оперативный дежурный центра. Именно он следит за тем, чтобы все кыргызстанцы вовремя получили электронное сообщение. На линию 112 поступает информация. Затем мы экстренно рассылаем эту информацию всем кыргызстанцам. Если в определенных регионах ожидается ливень, наводнение или другое бедствие, то мы главам этих районах отправляем предупреждение в виде голосового сообщения. Также мы передаем краткие экстренные информационные сообщения по телевидению и радио. Помимо сотовых уведомлений МЧС в работе помогают и электрические сирены. На сегодня по всей стране установлено 89 сирен в каждом районе области. Если тревожная сирена завоет, то гражданам необходимо как можно быстрее включить телевизор или радио, по которым МЧС передает экстренную информацию. У нас вот это запускается в случае, например, прорыва водохранилищ с образованием зон катастрофического затопления. У нас, вы знаете, очень много водохранилищ на территории республики. Они очень крупные. При прорыве возможен масштабное разрушение. Поэтому мы с этой целью можем запустить эти сирены с передачей звуковой информации. Кроме этого, параллельно запускается оповещение руководящего состава, чтобы руководящий состав в свое время был оповещен и проводили мероприятие по тем или иным угрозам. Эта комплексная система информирования и оповещения населения реализовывается проектом ЭРИК. Она вносит значительный вклад в решение основных задач служб государственной системы гражданской защиты в Кыргызстане. Так, в рамках проекта были установлены 67 новых комплексов средств и переоснащены 22 действующих комплекса управления электрическими сиренами. Мы в 2010 году начали развитие нашей республики, использовать новые технологии для того, чтобы улучшить работу системы гражданской защиты. И одним из компонентов, которым мы определили, является полностью модернизация и перевод системы оповещения на цифру, потому что здесь можно использовать различные информационные технологии, больше возможностей оповещения. Вся эта процедура стала цифровой благодаря финансированию Всемирного банка, а проект ЭРИК проводит работу по укреплению систем готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане. Проектом была проведена перенастройка программного обеспечения комплекса перехвата цифрового вещания.